В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Ситуация под контролем. В Ненинском округе не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Ведется ежечастный мониторинг. На самоизоляции находится 26 граждан, прибывших из-за рубежа. В торговых точках Наринмара наблюдаются большие очереди. Население вслед за другими регионами стало запасаться продуктами питания впрок. Делать это не рекомендуется. Продовольствия в Ненинском округе предостаточно. Уроки отменяются, но учиться все равно придется. Школы Ненинского округа перешли на дистанционную форму обучения. Все задания направляются через электронный журнал. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года. Однако глава государства отметил, что голосование состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что при всей важности изменение основного закона о здоровье россиян в приоритете. В Центр избиркоме заявили, что готовы к любому развитию событий на фоне ситуации с новой инфекцией. Основания для издания указа на значение общероссийского голосования у президента появились после публикации заключения Конституционного суда о соответствии предложенных поправок неизменной части основного закона. Указ был подписан спустя сутки. Голосование назначено на 22 апреля. На голосование выносится один вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации. Теперь в течение трех дней будет утвержден порядок проведения и подготовки общероссийского голосования. Это создаст правовое основание для начала кампании по информированию граждан и агитации. Сразу после опубликования указа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин исходит прежде всего из соображений безопасности и охраны здоровья. И дата может быть передвинута вправо, если это потребует ситуация. Но было бы нелогично подписать указ с открытой датой. Владимир Путин подтвердил этот тезис на встрече с главой Центр избиркома Эллы Памфиловой. «Мы будем проводить это голосование только в том случае, если ситуация позволит», — сказал он. «При всей важности изменений в основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан». В Ненецком округе не зарегистрировано заболевших новым коронавирусом. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация находится под личным контролем главы региона Александра Цибульского. Двумя днями ранее в силу вступило постановление об отмене всех массовых мероприятий. Работодателям рекомендовано отправлять сотрудников к врачам при проявлении любых симптомов. Алина Ваучейская продолжит тему. Защита от ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Ненецком округе ведется, как говорится, по всем фронтам. Так, с 18 марта в Роспотребнадзор из главного управления МВД России будут поступать списки с фамилиями жителей региона, пересекающими границу. Прибывшим в Ненецкий округ из зарубежных стран необходимо уведомить о своем возвращении лечебное учреждение, после чего к обратившемуся придет медицинский работник и проведет необходимый осмотр. На сегодняшний день находится 26 человек на самоизоляции. Это граждане, бывшие из Таиланда, Доминиканы, Индии и Финляндии. Все лица, которые находятся на самоизоляции, они обследуются в первый и десятый день, если у них нет никаких симптомов. Если есть еще какие-то симптомы, то эти лица будут обследоваться на первый, десятый и двенадцатый день. Обследование проводится на базе лаборатории БОС Центра гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе. То есть, здесь, на территории нашего округа, все сомнительные тесты будут направлены в референс-центр «Вектор». Всем находящимся на самоизоляции весь период, а это 14 дней, необходимо находиться дома. Покидать жилую территорию запрещено. В случае необходимости, например, для приобретения продуктов питания, в регионе привлекут к помощи волонтеров. Для добровольцев действуют особые меры при оказании помощи гражданам. Они направлены на недопущение прямого контакта с теми, кто помещен на карантин. «Мы этот вопрос прорабатывали, в том числе будет осуществляться контроль за нахождением дома, в том числе и сотрудниками ОМВД полицейскими. У нас уже один случай зафиксирован, когда один человек вернулся из-за рубежа и решил погулять. Но сразу же это все пресекли сотрудники полиции. И хотелось бы все-таки обратиться к гражданам, чтобы ответственно относиться, потому что если есть режим самоизоляции, то Роспотребнадзор выносит предостережение. Как минимум за это тоже есть наказание, когда не соблюдается режим самоизоляции». Вместе с тем, из-за превышения эпидпорога по ОРВИ в Ненецком округе закрыты на карантин все школы и некоторые детские сады или группы в них. «Детские сады и дошкольные образовательные организации у нас приостанавливают деятельность при заболевании более 20% либо полностью учреждения, либо какие-то отдельные группы. На сегодняшний день у нас приостановлена деятельность в детских садах поселка Хрута, поселка Индига, поселка Харивер, поселка Нельминоз, поселка Тельвиска. И также отдельные группы в детских садах «Солнышко», «Ромашка», «Аннушка». Детям рекомендовано активно гулять, но не собираясь большими группами, а взрослым следить за своим самочувствием. В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, временные изменения внесены и в работу офисов «Мои документы». Специалисты МФЦ в Нельянмаре и поселке Искателей будут принимать граждан только по предварительной записи. «Это вынужденные меры. Я думаю, что всё-таки это ненадолго будет, но жители, в общем-то, не лишаются возможности подать документы в наши центры, но только путём не живой очереди, а предварительной записи. Запись предварительная у нас может осуществляться как по нашему телефону прямой линии 2.19.10, как через наш официальный сайт, то есть можно и через мобильное приложение и непосредственно прийти к администратору зала, зайти и записаться здесь». Ситуацию держит на личном контроле глава региона Александр Цибульский. Так, 18 марта под его председательством прошло совещание по вопросам противодействия появлению и распространению коронавируса на территории Ненецкого округа. В нём приняли участие руководители органов региональной и муниципальной власти, руководство Роспотребнадзора и окружной полиции, представители прокуратуры, Росгвардии и других ведомств. В ходе совещания было рекомендовано постоянно вести работу с руководителями подведомственных учреждений и организаций на предмет необходимости санитарной обработки помещений. Вчера в торговых точках на Ринмара наблюдались большие очереди. Население вслед за другими регионами стало запасаться продуктами питания впрок. Делать это не рекомендуется. Продовольствия в Ненецком округе предостаточно. Ему продолжит Наталья Дуркина. Не знаю, вот иду. Вчера было достаточно. Я вчера только хлеб купила, половинку. Ну с осторожностью, но с паникой пока не стоит разводить. Я ещё не зашла в магазин, ну наверное, да. Думаю, что пока до нас не дошло, нужно закупаться массово. Я ничего не паникую. Спокойно мы живём, гуляем. Обычный образ жизни ведём. Не скупаем ничего. Ну просто стараемся. Понятно, что мы куда не ходим-то. Ну в школу у меня старший сын не ходит, этот у меня сидит дома. Младшая девочка тоже дома сидит. И всё. А так ничего такого особенного. Да мне кажется, там больше надумано, если честно. По информации заместителя руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Михаила Фирина, на сегодняшний день в Неницком округе 245 торговых точек, которые полностью укомплектованы продукцией на 51 день. Рост цен не зафиксирован. Совершенно спокойно можно наполнять свои холодильники, не делать суету, а просто покупать то, что вам необходимо. Продукция есть, её достаточно. При необходимости она будет завезена. В том числе государство в лице округа поддерживает нашу торговлю. И у нас запланировано по программе 178 миллионов на поддержку торговли. Это доставка. Мы всё это соблюдаем и всё им выплачиваем. Был проверен список товаров первой необходимости, состоящий из 47 наименований, из которых 32 продовольственные товары, 15 – непродовольственные. Сюда вошли молоко, колбаса, консервы, вода питьевая, хлеб, мясо, масло, крупы, макаронные изделия, картофель, сахар, соль, яйца, детские смеси, а также антисептики, салфетки и так далее. Масса округа небольшая. У нас есть акционерное общество мясопродуктов, которое в этом году заготовило более 1000 тонн оленина. То есть мы уже оленины на весь год обеспечены. У нас есть несколько акционерного общества немецкой агропромышленной компании, которая добывает молоко, очень хорошо перерабатывает его и для детских садов делает питание, и обеспечивает детские сады. У нас в населённых пунктах есть муниципальные предприятия, которые занимаются молоком. У нас есть хлебозавод, у нас есть потребительское общество, которое доставляет продукты. У нас есть хлебозавод. То есть, в принципе, мы сами себя обеспечим. То есть у нас всё есть. Я уж не говорю про рыбалку и так далее. В целом ситуация на потребительском рынке стабильная. Отсутствие товара в первой необходимости не обнаружено. Примерно как в новогодние праздники. Ну, есть небольшой, но не такого что. У нас как бы хватает. Продукты есть, завозят. На складе тоже хватает пока продукции. Полки, как видите, не пустые. Так что приходите. Вот что касается аптек, то сегодня в них отсутствуют маски. Это проблема. Она касается всей территории Российской Федерации. Сегодня было ВКС с федеральным штабом по коронавирусу. И где министр промышленности и торговли, они приступают к изготовлению масок марлевых. И в ближайшее время ожидаем их поступления в несколько округов в аптечную сеть. Что касается медицинских организаций, то у нас неснижаемый запас двухмесячный создан в медицинских организациях масок. Но мы в первую очередь должны оберегать врачей, которые оказывают медицинскую помощь. Данный запас существует для медработников. Добавлю, производители округа обеспечены сырьем для бесперебойной работы предприятий вплоть до морской навигации. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Уроки отменяются, но учиться все равно придется. Школы Ненинского округа перешли на дистанционную форму обучения. Все задания направляются через электронный журнал. Подробнее о том, как организована работа школ на период карантина в материале моей коллеги Ольги Русол. Четвероклассник Илья Сидоров в переходу на дистанционное обучение обрадовался. Впрочем, как и любой школьник, теперь задания круглый отличник получает от мамы и самостоятельно их выполняет. Ведь на носу всероссийские проверочные работы. Домашнее задание подготовка к ВПР, по математике, по окружающему и по русскому языку и еще какие-то там упражнения. При дистанционном обучении нагрузка ложится и на плечи родителей. Они не только контролируют выполнение работ своими детьми, но и по возможности объясняют новые темы. Это благо у нас пока начальная школа, может быть в этом плане попроще, да, есть возможность у родителей объяснить. Но я думаю, что сложность составляет и для старшеклассников. Сейчас у нас должно было быть выпускные проверочные работы. Но дело в том, что у нас весь класс на протяжении всего года, мы по субботам занимались, подготавливались к написанию выпускных работ. Поэтому я думаю, что, тем более, что мой ребенок пока в начальной школе учится на отлично, я думаю, что проблем с написанием не будет. Все задания школьникам на период дистанционного обучения учителя отправляют с помощью электронного дневника. Школьникам рекомендуется получать знания самостоятельно с привлечением различных ресурсов, в том числе и российской электронной школы. В связи с распоряжением департамента мы перешли на обучение в дистанционной форме. Задание дается через интернет, это электронный дневник, это различные интернет-ресурсы, которыми сейчас учителя пользуются и дети тоже. И вот в таком дистанционном режиме, благодаря нашему интернету, мы и работаем. Интернет-курсы, онлайн-уроки, выбор средств, благодаря которым школьники могут получить знания, велико разнообразен. По признанию педагогов, такой формат обучения интересен, но требует большой отдачи от учителя. Учитель не меньше работает, да. Некоторые учителя работают допоздна, дом проверяет все это, потому что некоторым детям очень нравится, допустим, делать больше заданий. Есть такие, что присылают по два, по три, там орнаменты, например, Людмиле Александровне прислали, хотя задавала всего один. Вот. Поэтому в какой-то мере, да, мы побольше работаем даже. Проверка качества знаний на дистанционном обучении тоже привычный процесс. Какие-то работы проверяются по окончании карантина. В некоторых школах выполнение заданий отправляют учителю на электронную почту, мессенджеры и социальные сети. Мне кажется, никаких трудностей не представляет. Это все родители приучены, через электронный журнал все интересно и увлекательно. А детям? И детям тоже. Детям очень нравится. Допустим, задания по технологии родители фотографируют и отправляют мне через Вайбер на телефон. Я оценивать могу таким способом. Даже стихи, которые можно выучить, дети учат, снимают родителей на телефон и также отправляют учителю. Остается добавить, что вынужденные каникулы для школьников продлятся до 12 апреля. Ольга Русул, Вадим Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. 37 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено правоохранительными органами на территории региона в 2019 году. Чтобы противостоять этой глобальной проблеме, в Ненецком округе регулярно объявляется акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции планируется провести проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. Эти действия направлены на выявление и пресечение административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу предупреждает об ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Если вам стали известны факты употребления и распространения наркотиков, сообщите, где торгуют смертью. Так вы можете спасти чью-то жизнь. Жители округа могут сообщить о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсорах, о нарушениях правил легального оборота наркотиков и о других преступлениях и правонарушениях, направив информацию на электронный адрес Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу, либо оставив сообщение на официальном сайте УМВД в разделе «Для граждан прием обращений». Также о фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить в отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 6-00-47, либо на телефон доверия Управления 4-21-52. Анонимность гарантирована. Студенты Ненецкого профессионального училища успешно прошли промежуточную аттестацию по дисциплине «Кухня народов Севера». Во время демонстрационного экзамена третий курсники показали свои навыки и умение готовить национальные блюда. Александра Литкова продолжит. Северный суп, строганина, чай с луком и маслом – эти и другие блюда народов Крайнего Севера. Студенты Ненецкого профессионального училища готовили специально для промежуточной аттестации. Валерий Давыдов признается, хоть изначально хотел получить другую профессию, а в своем выборе стать поваром не жалеет. Я пишу музыку, занимаюсь музыкой, звукорежиссурой. И как-то, я думал, не смог подступить в Архангельск, музыкальное учреждение. И получается так, что, думаю, почему бы мне не пойти на повар, ведь это то же самое, как бы это тоже свое искусство. Ну, я приготовил сегодня котлеты из оленины, получается, с гарниром, с картофелем. Ну, и как бы давалось довольно-таки так, трудовато, потому что я пропустил неделю из-за болезни. Вот. Можно сказать, за пару дней всего лишь я приготовилась. Карина Карташова решила удивить жюри северным супом. Девушка считает, что хороший повар должен обладать не только мастерством, но и фантазией. Это национальное распространенное блюдо в нашем округе. Готовится из трех видов рыбы. Особенностью является манная губа в супе. При подаче ложится лук без цеповой обработки. Приготовленные блюда пробует комиссия из четырех человек, в числе которых методист отдела ниньской культуры Людмила Литкова и заведующая отделом комикультуры этнокультурного центра Ольга Кацубанская. По вкусовым качествам у нас было, по жарпому были у нас некоторые разногласия. И еще по некоторым блюдам. И мы, конечно, ребятам, когда уже ребята пришли, мы им проставили оценки и сказали, какие-то у нас есть замечания, чтобы наперед ребята уже могли как бы исправить это. Небольшие недочеты пока еще неопытные повара приняли к сведению. Добавлю, демонстрационные экзамены для студентов третьего курса проходят в училище ежегодно. Перечень работ разрабатывается заранее. В состав мы включаем много видов работ, которые можно использовать для сдачи этого экзамена. Это кухня комизариан, это северная кухня, какая-то другая национальная кухня. Мы работаем с землячествами, диаспорами и очень часто отрабатываем какие-то элементы из какой-то видов кухни. По итогам экзамена оценку «Отлично» в этот день получили все студенты. Александра Литкова, Леонид Шушилов, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.